Друзья, новогодние праздники закончены, но я стою на фоне бомбической елки. Парни уже сгоняли в прошлом году на ВДБ, я, к сожалению, лошара остался в Москве, не сумел поехать. Но мы хотим пройдить вам праздничное настроение и порадовать вас классным выпуском с Красноярска. Погнали посмотрим. С вас лайк, а с нас классный видос. Ну что, всем привет. Вот, наконец-то, снова начинается зимний сезон 22-го года, ВДБ, Красное кольцо. В этом году у нас новый состав. Состав простой. Еврей, татарин и русский, вроде как. Мы в этом году стали чемпионами, и так как я два года уже споттер в этой команде, Денис сказал мне ехать самому в руле на ВДБ, на моем любимом чемпионате, на моем любимом треке, легендарном треке Красное кольцо. Состав мощный, конкурентный для этого чемпионата. Постараемся ехать красиво. Удачи желают неудачникам, как сказал мой друг Андрей Наумов. А в нашем арсенале мастерство и отвага. Ну что, друзья, ребята, теперь расскажу вам кратко о своем автомобиле. Сильно он не изменился с того года, но немножечко мы к нему добавили всяких фишек. Мотор, в общем, 1.7, на сток поршней, на сток шатуне. Понятно, что все доработано. Степень 10.8-11. Подтоварный бензин. Распредвал стоит М15. Перекрытие стоит 2.3, там 2.2, может быть, с небольшим. И мотор с правильной полкой, с правильным моментом. Выдал он у нас на стенде максимальные показания 140 сил, 180 момента. Система топлива стоит просто электронасос, не низкого давления. В общем, ну и, в принципе, никаких сложностей здесь нет. Коробка передач кулачковая. Я на ней отъездил уже 5 или 6 сезонов. Это 7 сезон. Сзади у меня в этом году отсутствует блокировка, потому что я устал с ними бороться. Постоянно нужно преднатяг регулировать, каждую гонку снимать мост, редуктор, блядь. И чуть ли не после тренировок мы каждую гонку занимались этим преднатягом. Я просто от этого устал. Посмотрел на Дамира Диатуренко, как он на заварке едет. И, в общем, решил попробовать. Выворот у нас свапорс. Мы используем разные сошки, разные схемы. В общем, про заднюю подвеску кратко. Раньше стоял параллелограмм, сейчас используем образный рычаг. Правильно установленный. Там тоже есть нюансы небольшие. Но, в общем, здесь все сделано четко. Догруз у меня 40 килограмм. Так как машина вся железная. В этом году я просто использовал накладки пластиковые. Просто накладки. В основном металл. Но не из-за веса, а для того, чтобы шпаклевки много не было. Ну и крыльев уже нет. Не главное прикрутить деталь или купить какой-то большой тюнинг. Или еще там понаставить всяких фишек. Это все можно и все это красиво. Но главное уметь заставить это работать. Это главное в автоспорте. Всем привет. Меня зовут Саня Петропавловский. В этом году в ВДБ я, к сожалению, не еду, но сужу. Сужу вместе с Ваней Потаповым и с Димой Ермохиным. В этом году у нас есть много нововведений. И по организационной части, и в плане организации гонки. Во-первых, мы решили, что будем снимать видео проезда. И показывать его на брифинге в пятницу. И позволить ребятам вживую увидеть, как нужно ехать. Также мы придумали систему, как зимой по льду размечать зоны. Чертим дуги, и пилоты понимают, в какой части трассы они должны к ней прикоснуться. Еще у всех пилотов ВДБ такая прям боль. Это тренировки в пятницу. То есть ты приезжаешь и полтора часа стоишь в очереди. И ты даже не можешь никуда уйти, потому что нужно за этой очередью следить. И в общем это неудобно. Мы придумали сделать брифинг в пятницу, освободить субботу. И на предварительной регистрации пилотов на трек-день мы распределяем их по группам. И каждый пилот знает, в какой он группе и в какое время он должен подъехать на пит-лейн и потренировать свою сессию. Надеюсь, все эти нововведения помогут более объективно судить зимних гонщиков наших. Хочу представить вам свой боевой автомобиль на сезон 21-22 Winter Drift Battle ВАЗ-2104. Классический 8-клоп, 213-й блок, стальной коленвал, 146-й шатун, на 82 кованый поршень стоит, головка заряженная на 780-м распредвале. Стоят 4 дросселя от 4AGE Silver Top. Стоит кулачковая коробка передач от Gerset. Нивовское сцепление. И мозг январь. Настроено это все 151 сила, 180 момента. В салоне ничего особенного. Рулевая колонка у меня стоит от Mark II, так как вы знаете, что она регулируется во всех плоскостях вперед-назад-выше. И как бы ты ни сидел, ты можешь настроить ее под себя. Так как в Жигулях руль стоит вот так. Да груз у нас маленько не такой, как у всех. Он с перемещением. 30 кг палка, которая давит полностью на 8. Если мало зацепа, мы просто тупо ее перемещаем еще назад. Для больших дуг. Но для наших условий красного кольца этого не нужно. Подвеска у меня стоит сзади А-образный рычаг пружины Monro с переносом. По передней подвеске у нас изменена сошка. Стоит длинная сошка. Стоит в разнос нижний рычаг с переносом шаровой. В целом, машина готова. Все обслужено, все едет, все переключается, все четко. Мотор мощный, зацепистый. Так что мы держим кулачки и едем в бой. Правильный чемпионат развивается и по правилам, и по подготовке к тренировкам. И гонщики выросли все, сейчас едут все стабильно. Придется ехать уже без расслабона. Ну и в принципе на Красном Кольце всегда была конкуренция. Всегда были достойные воины, которыми приходилось воевать и выигрывать. Или проигрывать в каких-то небольших нюансиках. Так что я очень рад этому. В нашем чемпионате добавились новые автомобили. Смотрю, привезли. Всем привет. Меня зовут Деменов Роман. Я из города Новокузнецка. И это мой Mitsubishi Lancer второго поколения. Сразу скажу, у меня их два одинаковых. Тот 79-го года, этот 81-го. Так, они оба на двигателях объемом 1.1. Турбо. Давление до одного бара. Полностью родная подвеска. И спереди, и сзади. Машины интересные. Оснащены для тех времен были, наверное, невероятно. Чем она отличается от Жигулей? У меня была возможность сравнить и не раз. Автомобиль гораздо легче управляется. Руль вращается сам. Блокировка японская, которая работает стабильно. Не изнашивается у меня уже пятый год. Комфорт. Комфорт относительно Жигулей. Это комфорт. Вообще, наш чемпионат отличается, наверное, от многих чемпионатов тем, что у нас моношина. И уже второй год мы едем на Хакапеллити 8. Чем это круто? Тем, что в одних условиях на одном зацепе, но уже чисто как работает пилот и как подход к автомобилю имеет. Так как машина, мы ищем зацеп, мы ищем боковой задержак. На протяжении многих лет в любых других дисциплинах это тоже использовалось. И сейчас, наконец-то, еще и в РДС-Джипи пришла новость, что мы поедем на моношине. Ну и давайте, наверное, я вам расскажу, на каком спеке Жигулей я еду в этом году. Тачка практически не изменилась, а, наверное, совсем не изменилась с прошлого года. Ну, начнем, наверное, с двигателя. Здесь стоит 1.7 классический двигатель на дросселях от Левина. Silver Top. Головка, доработаны каналы, стоят пружинки, тарелки и распредвал с Т2. Стоит кулачковая коробка передач поисковая, которую обычно все ставят на зимние, не только летние кольцевые машины. Стоит заводское сцепление, обычная органика, потому что на льду ее вполне хватает, зацепа здесь мало, вот, и она живет довольно-таки долго. В заднем мосту у меня стоит заварка. Я все-таки остаюсь уверен данной схеме, потому что это очень надежная штука, а преимуществ блокировки перед заваркой я никаких не вижу, поэтому еду на заварке и кайфую. По кузову у нее стоит в круг пластиковые крылья, капот, фартуки. Крышку багажника, правда, я снял, потому что у меня лежал небольшой довес сзади, вот, я его чуть убрал и просто поставил заднюю металлическую крышку багажника. Наверное, самый главный вопрос это по передней подвеске и задней подвеске. Спереди у меня стоят переваренные мной в прошлом году кулаки, и подобрана под это дело все сошка. Сошка здесь не такая, как сейчас используется у многих, она очень похожа на заводскую сошку, просто укороченную, без изменения Акермана. Также стоят удлиненный верхний рычаг под переваренный кулак, ну и, в принципе, также убраны ограничители, заводская стоит трапеция, и убран ограничитель на рулевом редукторе. Что касается задней подвески, стоят нижние заводские рычаги, сверху вместо заводских рычагов у нас стоит А-образный рычаг, стоят заводские амортизаторы, масляные именно, потому что мне показалось, что они как-то лучше отрабатывают, машина более плотно едет по небольшим неровностям, по пружинам, спереди стоят пружины от Chevy Niva, тормозная система заводская, передние стоковые тормоза, сзади барабаны, на ручнике они замечательно работают зимой, поэтому меня все устраивает. Квалификации в целом доволен, понял, где ошибся, там эти полтора балла, но мы в одном балле, получается, отквалились втроем. Гроссман, Диатурин, Лосев, четко, маленько разбрелись неправильно, у нас на умах там сбил нам всю схему, потому что у меня 98-33, у него 98-60, там что-то с чем-то, да, и он был, получается, третьим, Дадамиром, а я четвертым, а Гроссман пятый сместился сразу, потому что он 98 ровно, и попал в мою сетку нижнюю, встретились рано, это жалко. В ТОП-32 встретился с Артемом Большаком, он на самом деле, хоть и не очень опытный пилот, но он реально понимает, как ехать, поэтому я понимал, что придется выложиться и подловить его на какой-то своей ошибке допущенной, поэтому пришлось ехать максимально близко, круто, и вроде бы удалось, дальше мы прошли ТОП-16. В дом я попал с сыном Марка, я впервые ехал с этим парнем, в принципе с задачей справился, по темпу он был не сильно быстрый, и в больших углах был он медленнее, я даже чуть-чуть немножко где-то ждал. На Женьку Лося я как бы честно, даже не то, что, знаешь, обычно я как-то там настраивался, а вообще всегда у нас с ним проходил заезд такой, либо это мясо будет, либо это будет ноль. В Питере, когда у нас была куча ремонтов, куча проблем, и мы попали с Джеком в финале, да, в Питере, и я немножко там расслабился, вроде как задача выполнила, да, и тут я попадаю в такую же ситуацию со своим сокоманником, я себя себе проскал, бьемся до конца. С Женей нельзя не рисковать, вот и все, я рисканул, думал, что это будет оправданно, но маленько не подкачал. И то как бы ОМТ, и судьи, значит, увидели, что есть какой-то потенциал, они хотели посмотреть еще раз такой заезд. В полуфинале я ехал в здание Скоробогатовым. Заезд получился не очень удачный, потому что я рассчитывал, что он поедет прям четко по заданию, но он немного заузил мне основную дугу, и из-за этого у меня возникло небольшое смещение, то есть я за него немного выпал, хоть и остался в основной дуге близко, но потом из-за этого я не смог затолкнуться вовнутрь раньше, вот, и у меня возникло небольшое отставание дальше по трассе до шпильки. Но после заезда судьи обратили на это внимание и поняли, что из-за того, что он первым номером проехал не совсем по заданию, возникло у меня вот это отставание, небольшой рассинхрон перекладки, вот, поэтому отдали мне победу, и таким образом я вышел в финал, где ждал меня уже Женя Лосев, решили показать крутой заезд. В принципе, у нас как бы получилось, но я допустил маленькую ошибку, будучи лидером, я чуть-чуть выпал на постановке и еще исполнил крутую постановку вторым номером за ним, но тут как бы приходилось выбирать, либо ты сделаешь крутую постановку, и потом у тебя возникает очень сложная перекладка для того, чтобы заехать в базу в основной дуге, но я выбрал крутую постановку, и, соответственно, мне не получилось заехать близко очень в базу, а он чуть-чуть дальше был на постановке, но круто выполнил первую перекладку, ну и, соответственно, из-за того, что у меня еще была ошибка, будучи лидером, ему, конечно, ждали победу, в принципе, я с этим полностью согласен, поздравляю Женю Лосева с победой, ну и, в принципе, я доволен вторым местом, ну, начало хорошее уже, поэтому ждем следующий этап, который состоится 15 января. Братва, ну вы все видели? Вы видели, как наши парни могут ехать? Давайте сейчас в комментах забаним эту всю движуху, чтобы во втором этапе они показали такой же выдающийся и мощный результат. Мы установили рекордное количество баллов, 418 очков в командном зачете. До этого рекорд принадлежал питерскому этапу RDSGP этого года. Поэтому под занавес сезона парни решили и его побить, в общем-то, зафиксировать еще один жирный плюсик. В общем, я надеюсь, мы также уверенно и мощно начнем 22-й год, и дальше начнем набирать наши обороты. Поэтому всей нашей команде огромная респектуха, все молодцы, это было круто, это был крутой год, но впереди нас ждет 22-й год, поэтому забываем 21-й и смотрим с огромной перспективой в 22-й. Ну, а вы, конечно же, смотрите, комментарии ставьте, лайкайте нас максимально, если мы правы, если не правы, вот так лайкайте. Короче, мы с вами делаем одно дело. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok